Испанская партия Падемос, представляющая собой левую несистемную оппозицию, заявила о небывалом успехе на муниципальных и региональных выборах. Хотя правящая правоцентристская народная партия и традиционно противостоящая и социалистическая набрали 26 и 25 процентов голосов, соответственно, во многих городах и регионах они потеряли большинство и будут вынуждены вести переговоры с более мелкими политическими силами. Это чудесная ночь для Испании, возможно, это начало важных перемен. После выборов Европарламент я говорил, что изменения в Испании возможны, а теперь это реальность. Думаю, этот весенний ветер перемен принесет нам победоносные результаты на выборах в ноябре против народной партии. Жители Мадрида праздновали успех Мануэлы Кармины, кандидаты от гражданской платформы, ставшие популярной на волне уличных протестов и одним из учредителей которой также был Падемос. Кармина, хотя и не получила большинства, но может сформировать его вместе с социалистами, и таким образом занять пост мэра. В любом случае, многолетним управлению в Мадриде правоцентристов пришел конец. Объединение пяти партий, представляющих также несистемную левую оппозицию, победило и на выборах Муниципальный совет Барселоны. Нужно сказать самое важное. Вы стали свидетелями победы Давида над Голиафом. Это значит, в течение нескольких месяцев Барселона и ее мэрия окажутся под властью народа. Нынешний мэр города, консерватор-националист Хавьер Триос, уже признал свое поражение. Муниципальные выборы в Барселоне были одними из самых трудных за всю историю. Кандидатура левых оказалась первой. Впрочем, всего в новом муниципальном совете будут присутствовать семь разных политических партий, которым придется искать друг с другом согласие. Евроньюс, Барселона.